Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Максима Кравчинского, где мы с вами вспоминаем различные факты, байки, легенды, исторические анекдоты, так или иначе связанные с русской культурой. Буквально на днях я получил рассылку от аукционного дома Антиквариум о том, что готовится новый аукцион. И прочитав её, я пришёл, ну, так сказать, в смятение чувств и возбуждение, потому что называется аукцион предстоящий, пройдёт он, кстати, 16 мая, называется он так, Лилия Брик бронзового века, двоеточие, из архива графини Елены Щаповой де Карли. Тут несколько имён, которые, в общем, в состоянии привести любого ценителя русской культуры в смятение, и Лилия Брик, и Елена Щапова. Ну, говорить о личности Лилия Брик смысла нет, все мы прекрасно знаем, кто это, возлюбленная Маяковского и так далее. Елена Щапова де Карли, если кто-то не знает, напомню, это известная актриса, фотомодель, поэтесса, которая знакома широкому, скажем так, кругу читателей, прежде всего потому, что она являлась женой и музой Эдуарда Лимонова. Именно Елена Щапова стала главной героиней его нажумевшего романа «Это я, Эдичка». Я думаю, что если бы не случилось тогда разрыва Эдуарда Лимонова и Елены Щаповой, возможно, этого произведения мы бы никогда и не прочитали. С ее историей, поэтому я был лично хорошо знаком, когда стал смотреть архив аукциона, там масса вещей, которые просто, что называется, царапают душу и до самого сердца достают. Там такие письма Лимонова, обращенные к ней, масса картин Щаповой, какие-то коллажи Бахчаняна и так далее. Так что советую вам зайти и посмотреть все это. Но что интересно, что буквально по стечению обстоятельств, когда я был в январе в Италии, я знал заранее, что я поеду туда, и я очень хотел сделать интервью с Еленой Сердевной. Я очень долго искал, не мог найти. Мы встречались раньше, в 2015 году, я был на премьере спектакля Михаила Шемятина в театре Стаса Намина в Москве, который называется «Нью-Йорк, 80-е мы». И если кто не смотрел, это такой слепок с Бадемой эмигрантской того времени. Там и Щапова, там и Вилли Токарев, там и художники Исауленко, и Генрих Худяков, и сам Михаил Шемятин, конечно, и Константин Кузьминский. В общем, все самые заметные фигуры того времени в этом спектакле воспроизведены. И на премьеру тогда Елена Щапова приехала. Я, конечно, запасы какими-то книгами, которые были в моей коллекции, пришел получить автограф. И, честно скажу, автограф я получил, и даже сфотографировался с Еленой Сердевной. Но эта женщина обладает таким мощнейшим обаянием, силовым полем в буквальном смысле. Что я попал под ее обаяние, под магнетизм, и, честно говоря, сфотографировавшись, я просто потерял дар речи. Я не смог продолжить это знакомство никак. Я не попросил ни контактов тогда, ничего. Я был настолько счастлив этим автографом и фотографиям, и настолько увлечен спектаклем, что, в общем, как-то не решился, что называется. Ну, бывает так, меня поймут, я думаю, многие. И когда пять лет спустя, вот совсем недавно, я собрался в Италию, я подумал, и буду в Риме, подумал, надо сделать интервью с Еленой Сердевной. И как же я тогда пожалел, что не взял ее никаких координат. Ну, в общем, я развил бурную деятельность, и в итоге окольными путями, через Михаила Шемятина, через знакомых каких-то, получил контакты Елены Сердевной. И 3 января я с маленькой камерой пришел в Рим к ней домой, чтобы записать интервью. И когда я уже... интервью было записано. Говорили мы о самом разном, сейчас я на этом остановлюсь подробнее. Но когда я приехал уже домой в Торонто, и включил, вынул карточку, и включил ее в компьютер, чтобы посмотреть, я понял, что под обаяние Елены Щаповой попал не только я, но и моя камера. Потому что она постоянно пыталась выхватить разные черты ее обстановки, и ее персоны. В общем, фокус почти терялся и плыл. Поэтому не удивляйтесь, что вот тот фрагмент, который вы сейчас увидите, но он, скажем так, не совсем качественно записан с точки зрения видео, но со звуком там все в порядке. Так вот, услышав информацию об аукционе грядущем 16 мая, где будет представлен архив Елены Щаповой, и то, что аукцион называется «Лиля Брик» бронзового века, то есть то, что Елена Щапова являлась музой для многих представителей бронзового века поэзии, который пришелся на 60-е и 80-е годы. Не только Лимонова, она, так сказать, побудила создать этот роман. Ее рисовал многие художники, и Заборов, и Бахчанян, и Шемятин. Она дружила с художником Владимиром Котлеровым, толстым, известным таким эпатажным художником-авангардистом, и с Бахчаняном. Там масса-масса интересных вещей. В общем, зайдите, если даже не собираетесь покупать, просто полюбопытствуйте, какой спектр самых разных вещей там представлен. От писем Лимонова до картин Шемятина, Бахчаняна, чьи-то письма. Так вот, по стечению обстоятельств, я не знал 3 января, что будет этот аукцион, но один из вопросов, который прозвучал в моем интервью, был вопрос о том, как Елена Щапова познакомилась с Лили Брик. Я попросил рассказать ее немножко о том, как это происходило, какой Лили Брик ей запомнилось. И Елена Сергеевна рассказала, оставила одну такую очень яркую, короткую зарисовку, которую я сейчас и предлагаю вашему вниманию. Слушайте, смотрите, еще раз повторюсь, не удивляйтесь, что большая часть рассказа Елены Щаповой перекрыта разными картинками, просто потому что, ну вот так получилось, фокус на камере гулял. История этой от Елены Щаповой будут продолжены, потому что беседа наша продолжалась больше часа. Если вас это интересует, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Я сделаю вот серию таких нарезок в ближайшем будущем, где Елена Щапова говорит о самых разных представителях Бадема того времени, с тем ее сводила жизнь. Ну, приятного просмотра, до новых встреч, и обязательно прошу вас, подписывайтесь на канал. Мне сейчас это очень важно. Пока. Как вы думаете о этой женщине? Мне Елена Любрика очень понравилась. Вы знаете, я не знаю, я, я, они, после, уже, конечно, после ее смерти, я тогда была совсем девчонкой, когда я с ней познакомилась. Но это была очень, очень интересная женщина. Очень. И, естественно, я не знаю, уже после всего, там, я читала, они, книги, и, как говорится, отзывы о ней были негативные. Но с моей стороны я могу сказать вам лишь то, что она была удивительной. Она была необыкновенной, конечно, человек. Необыкновенной. Умница, несмотря на уже ее пожилой возраст. Она была очень умная, очень остроумная. Мы приезжали с Лимоновым, вот, мы к ней приходили домой, и потом ездили к ней на дачу в Переделкино. Там был еще живьем, естественно, умер после нее ее муж Василий Агарьевич. И она, когда мы приехали домой, она сказала, Леночка, вы знаете, у меня зеркал в доме нет, потому что я не хочу видеть эту старую мартышку в зеркале. И вот я, говорит, убрала все зеркала. А когда мы приехали в Переделкино, она мне ответила, что роскошный стол. Я помню, роскошный стол. Потом она сказала, вы знаете, Леночка, вы уезжаете, я вам хочу подарить бриллиантовый браслет. Бриллиантный браслет, который мне подарил Ося. Я сейчас его пойду и принесу. Она исчезла. Она исчезла, и вместе с ней ее муж. Они очень долго не появлялись. Очень долго, настолько, что я сказала, Леночка, я хочу есть, если и у блины, и краю, и ночном. Может, я не знаю, куда они делись. Наконец, они появились. Лили была вся взбудоражена. Он очень в нервном состоянии. Сказала, Леночка, вы меня извините, но я передумала. Я говорю, ну, Леночка, ну, естественно, что за такие идеи? Знаешь, не нужно, я говорю, не этого бриллиантового браслета. У меня будут останутся воспоминания о вас и без бриллиантового браслета. Но это вот и была такая странная... Кстати, жалко, что так, что этого она не сделала, потому что это бы осталось, конечно, была бы большая память от нее. Потому что потом я узнала, что все ее вещи все равно, все пропало. Так что, не знаю, мне Лили была... Ну, Лили читала очень много стихов. И, конечно, говорили о Маяковском очень много. О Татьяне Яковлевой, как ни странно. Она мне даже показала фотографии Татьяны Яковлевой. Потом Татьяна Яковлевна мне сказала, что это вовсе не она на фотографиях, а ее дочь. Они всю жизнь терпеть друг друга не могли. И, как говорят, ну что, что, что вот нам Володя в ней нашел? Значит, ну что в ней интересного, говорила Лили. Ну, фотография была красивая такая девушка. Правда, фотография была какая-то старая, черно-белая. Знаешь, чтобы там увидеть довольно было сложно что-то, но девушка была красивая. Тем не менее. Ну, Татьяна была красавица. До свидания. Хорошо. Хорошо. Хорошо.